Пока вы смотрели сюжет, наши дорогие зрители, мы с Сашей спорили, можно ли сегодня поздравлять коллег со Старым Новым Годом. Не разобравшись, пригласили гостя в студию. Я готова его представить. У нас сегодня Алла Павлун, младший научный сотрудник Крымского этнографического музея. Доброе утро. Доброе утро. Рассудите нас, Алла, пожалуйста. Можно или нельзя? Конечно, можно. Ведь сегодня как раз-таки он и наступил Старый Новый Год. А вчера вечером началось его празднование. Щедрый вечер. То есть, подождите, начинаем праздновать со вчерашнего вечера и продолжаем сегодня на протяжении дня? Конечно, конечно. Надо уже с самого утра идти по гостям и друзьям посевать. Сею-сею посеваю. С Новым Годом поздравляю. Ой, сегодня сто процентов. Так посеем. Главное, что потом не пожать. Алла, скажите, пожалуйста, почему такое название Старый Новый Год? Есть какое-то противостояние между этими двумя словами? На самом деле это уникальные случаи, связанные с тем, что в свое время в России перешли на новое летое числение, используя грегорианский календарь. А как раз-таки по юлианскому календарю Новый Год и отмечается в ночь с 13 на 14 января. И сохраняется это не только в России, но и в некоторых других странах. А где сохраняется и как отмечают? Отличается ли от того, как это делают россияне? В принципе, сохраняется, конечно же, в странах бывшего Советского Союза, в Сербии, Македонии, в некоторых регионах Швейцарии, Великобритании, Марокко, Алжири и в некоторых других странах. В принципе, определенное отличие, понятное дело, будет присутствовать как в названии отдельных обычаев. Но главный смысл этого праздника – то, что вся семья собирается за столом, готовит любимые блюда, различные именно блюда национальной кухни, для того, чтобы богатый и праздничный встретить Новый год. Алла, скажите, что же конкретно вы готовили? Какие у вас традиционные блюда? У нас традиционные блюда уже как в Советском Союзе – оливье и крабовый салат. К сожалению, кутю мы ели только на Рождество, хотя на Старый Новый год ее тоже раньше и многие синие до сих пор продолжают готовить, причем именно богатую кутю с добавлением различных молочных, может, продуктов, сливочного масла, в отличие как раз-таки от постной Рождественской. Вопрос самый главный. Он касается в первую очередь вас, дорогие девушки. Я знаю, что этот день особенный для вас, потому что помимо обильного застолья, прочих прелестей жизни, вы очень часто в эту ночь используете всякие таинства. Я имею в виду гадания. Это правда? Да, конечно. Вы гадали? Я уже вышла замуж, поэтому не гадала, а традиционно многие девушки как раз... Видите, вот Антонина тоже сегодня пришла. С охранником. Охраняет от нежданных кавалеров. Многие девушки именно на Рождественскую ночь, на Старый Новый год и также уже в Крещенский вечер начинали гадать, собираясь группами. Могли выходить на улицу и спрашивать имя у первого прохожего, считалось, что так будет звать, как раз-таки с суженого девушку. Кидали сапог на дорогу и считалось, что в какую сторону покажет нос этого сапога, с той стороны придется как раз-таки муж и невеста. И что интересно, что если он показывал сторону дома, то в этом году ей счастья не ждать. Подождите, а мне интересно, а есть ли сейчас какие-то современные приметы? Насколько я помню, вот это все, что вы описали, оно довольно подробно изложено в третьей главе. Реонегина, Евгения. На самом деле это популярное гадание, сохраняется вплоть до сегодняшнего дня. Воск в воду выливать. Да, воск. Зеркало под подушкой. Писать пожелания на бумажках, сжигать их, кидать какие-то мелкие различные предметы, что девушки вытянуты из миски, то их ждет при замужестве. Все это сохраняется, потому что наши народные обычаи, поверье, они никуда не уходят в памяти наших бабушек, дедушек. Но появляется что-то новое или так не принято? Сейчас я бы не сказала все-таки. Скажите, а вот до того, как вы вышли замуж, использовали? Маленькая в школе использовала. Ну подождите, сошлось, мужа зовут так, как и выпало? Честно, я не помню. Ну вы знаете, меня еще вот что интересует. Я вычитала, что если первая девушка зашла в дом 14-го числа, то ждите плохих вестей. Но подождите, у нас начинается рабочий день, я выхожу из дома в 4 утра и делаю это самое первое. Есть ли какое-то предсказание связано с этим? Если девушка вышла первая из дома? Нет, на самом деле такого предсказания нет. И вышли ходили, сеяли. Это связывалось с тем, что кто зайдет первый посевать в дом? Если это будет мужчина или молодой парень из уважаемой многодетной семьи, то счастье ждет. А если девушки, вдовы, калеки, ну уже, к сожалению, этот год не... То есть у меня еще есть шанс. У вас есть шанс, конечно. Ты ходи сегодня к нам, гости. Но нужно взять с собой зерно. Да не вопрос, это все вообще. Скажите, пожалуйста, еще какие-нибудь интересные традиции, которые связаны именно с посеванием, пением каких-то калядок? Расскажите, поделитесь. Щедровки. Щедровки. Конечно, конечно. Щедрование традиционно проводят именно вечер перед Старым Новым годом. После того, как вся семья поужинает, то молодежь, дети отправляются как раз-таки группами по 5-7 человек по родственникам и друзьям. И пьют веселые вот эти песенки, самые знаменитые наши щедрования. За различные награды и угощения, которые будут давать со столов. Посевание уже, как я вам сказала, традиционно в утро Нового года. Нового дня. Да. Но на самом деле много разных традиций, обычаев связанных с этим праздником. Как минимум, весь народ целый день, вечер наблюдает за природой, за различными предметами на столе. Потому что считается, что действительно, как Новый год встретишь, так ты его и проведешь. Потому что, например, на столе должно быть обязательно множество блюд. Потому что ведь щедрый, богатый, чтобы год был благодатным для всей семьи. Кроме того, считается, что должно сидеть четное количество гостей. И если вдруг их меньше не удалось собрать полностью, то ставили пустую тарелку. Даже бабушки и дедушки начинали гадать, когда готовили к утю. Потому что считалось, что если, например, горшок лопнет в печи, то ожидайте несчастья в наступившем году. Алла, скажите, вопрос я адресую и вам, и вам, Антонина. Насколько я знаю, все эти традиции, которые мы сейчас так за его описали, они присущи именно южным славянам. То есть территориям сопредельным, скажем, с Украиной и туда, на запад. А вот Антонина у нас из Тюмени. Скажите, вот там тоже так, Антонина? Это тебе только касается вопрос. Да, у нас тоже так. То есть все традиционно, да? Конечно, я тоже гадала. Чедрый вечер, добрый вечер. А ты думаешь, почему я замуж вышла? Потому что правильно гадала. Так еще не вышло. Саша, все это тайны. Как раз-таки для восточных славян, которые проживают в регионе Тюмени, все эти традиции актуальны и в первую очередь поддерживаются. И именно среди русского населения особенно сильные гадания именно в Старый Новый год. Ну хорошо, расскажите, что делать сегодня нашим зрителям? Можете обратиться, поздравить их и рассказать, что же делать сегодня, 14-го числа. Там огонек горит. Дорогие наши зрители, я поздравляю вас с наступившим уже официально Новым годом 2020-м. Желаю всех счастья в этом году. И, конечно же, проведите этот день с вашими близкими, друзьями и семьей. Отправьте детей посеять действительно по домам соседним, чтобы можно было весело провести этот год и в дальнейшем. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что очень интересно рассказали, какие были традиции, что делать сегодня. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас была Алла Павлон, младший научный сотрудник Крымского этнографического музея. И хотелось бы сразу же перейти вот к какой теме. Если вдруг у вас нет новогоднего настроения, то наш корреспондент Александр Кононов знает, как его правильно создать. Спасибо.